Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа событий о неделе. На этой неделе во Дворце культуры Черкеска торжественно открыли год семьи с участием десятков супружеских пар Карачаева Черкесии. Таким образом, наша республика вслед за федеральным центром дала старт году семьи. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мыхце. Карачаева Черкесия – регион, где тепло семейного очага, сохранение традиций и преемственность поколений – не пустые слова. Размещенная в фойе Дворца культуры Черкесская экспозиция демонстрирует, насколько важной для авторов произведений является тема семьи. В нашей республике старт тематическому году был дан в торжественной обстановке при участии представителей власти и нескольких десятков семейных пар. У них, представителей разных поколений, есть одна общая черта – бережное отношение к тем, кто дорог и любим. А это, в свою очередь, может служить примером для остальных. Не случайно, что некоторые супружеские пары были отмечены на региональном уровне, в их числе и семья Байрампуловых, где растут пятеро детей. Семья – это все. Это и отдых, и это и лечение, и все. Супруга, вот несколько слов о ней. Как вы познакомились? С супругами познакомились у нас в районе, мы как бы местные. Я ее увидел, понравилось. Ну, как дальше уже общались. Пообещала мне пятерых детей родить, я и женился на ней. С юмором относиться ко многому – ценное качество. Умение находить компромиссы, поддерживать друг друга в любой ситуации. Все это, как нельзя кстати, подходит к каждой приглашенной в зал паре. Глава Карачаев-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что на федеральном и региональном уровне делается очень многое для сохранения семейных ценностей. В нашем регионе живут крепкие, дружные семьи, и хочется, чтобы их становилось больше. Уверен, что год семьи, масштабная государственная поддержка, правильная демографическая политика, реализация проектов по строительству социальной инфраструктуры, благоустройству населенных пунктов помогут нам приумножить их число и сделать жизнь наших жителей более качественной и комфортной. В этот день во Дворце культуры было несколько супружеских пар, которые лишь недавно приняли ответственное решение. Во-первых, поздравляю с недавно измененным статусом, семейным положением. Вот наверняка это важно, иметь семью, вот где, как свой очаг, свой тыл, защита. Да, как бы правосно это ни звучало, но каждый человек рождается на земле, чтобы продолжить свой род. И это очень важно не только для нас, но и для всех поколений, которые были до нас. Они делали все для того, чтобы мы имели такую возможность. На сцене прошла передача символического огня очага от супружеской пары с многолетним стажем новичкам в семейной жизни. Долгих лет вам счастливой семейной жизни. Спасибо. И я вручаю вам символ огня очага, семейного очага. Спасибо. Миро. Валерия и Виктория, вам слово. От имени всех молодых супружеских пар Карачаева-Черкесии мы обещаем пронести через всю жизнь и передать будущим поколениям любовь к родному очагу. Тематики нынешнего года в какой-то мере были посвящены и прозвучавшие в этот день произведения. Артур Мухцелебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В нынешнем году специалисты по лицензионной разрешительной работе отмечают 55-летие своей службы. Об истории ее создания в стране и регионе рассказал нам заместитель начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Эдуард Чумаев. Сегодня у нас сотая рубрика в гостях у Росгвардии. И в рамках этой рубрики мы пришли в гости к вам, к заместителю начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Эдуарду Ансаровичу-Чумаеву. Плюс вы являетесь руководителем Центра лицензионной разрешительной работы. И вот хотелось бы узнать о том, об истории создания, о пути вашего подразделения, которому в этом году исполняется 55 лет. В 1969 году был Советский Союз. До этого понятие разрешительной деятельности, оно было, и выдавались, как вы сами понимаете, какие-то разрешительные документы, как и наградное оружие, и охотничье. Но данной деятельностью в Министерстве внутренних дел Советского Союза занимались различные подразделения. То есть начиная, как вы помните, был всем известный ОБХСС, участковый и так далее. В 1969 году в Министерстве внутренних дел Советского Союза было создано подразделение, отдел, именно который занимался лицензионной разрешительной деятельностью. Я хотел бы немного остановиться на истории именно нашего подразделения. В советское время в подразделении лицензионной разрешительной работы на уровне Министерства была группа, которая состояла из двух человек. В дальнейшем в 1999 году было создано первое отделение организации деятельности подразделения лицензионной разрешительной работы. И первым руководителем был Левченко Владимир Алексеевич. Дальнейшим руководителем этого подразделения был Бутвинов Александр Максимович. С 2008 года, то есть в различных формах, то есть начиная отделение лицензионной разрешительной работы, в дальнейшем которое было преобразовано в Центр лицензионной разрешительной работы. Потом мы с Министерства внутренних дел перешли в Росбардию, данную службу возглавляю я. После развала Советского Союза, и на сегодняшний день очень много ведется работы, именно в законодательном плане. Естественно, раньше, чтобы вам было понятно, все регулировали приказы внутренних дел. Приказ, грубо говоря, на 20 страницах определял все правила, понимаете, оборот оружия. А на сегодняшний день вряд ли на 20 страницах можно даже название нормативно-правовых актов перечислить. Получитель гражданин имеет тот, кто не имеет медицинских противопоказаний. Сейчас спектр по судимости увеличен. То есть, если ранее было наличие судимости за совершение умышленного преступления, непогашенное, а также совершение тяжких, особых тяжких преступлений с применением оружия, сейчас этот спектр увеличен. То есть, наличие две судимости дает права никогда не получать разрешение. Наличие судимости погашенное или снято не имеет значения в области оборота оружия. Далее, лица, совершившие уже средние тяжести преступления с применением оружия. И, естественно, тяжкое, особо тяжкое. То есть, спектр в этом плане увеличен. То есть, те лица, которые не могут по жизни получать. Естественно, во время владения оружием, если он получает такого рода наказание, он в дальнейшем не имеет права приобретать оружие. Далее, есть категория лица, отбывающих наказание, которые не имеют права. То есть, человек является владельцем оружия сегодня, а завтра он, я как уже говорил, получил условный срок для реального лишения свободы. Либо из прав работы, там, виды наказания в уголовном праве отказания, и лицу, отбывающее наказание, которое даже не находится в местах лишения свободы, он не имеет права владеть оружием. Далее, лица, совершившие повторно в течение года административное правонарушение, посягающиеся на общественный порядок, порядок управления, общественную безопасность, они также лишаются права владения оружием. Кроме того, еще есть новое введение в плане того, что лица, совершившие административное правонарушение, за которое наказание следует административный арест. Если статья это предусматривает, а человеку даже не применили данный род наказания, условно, штраф или арест, он также подлежит аннулированию. Бытует мнение, что какая свадьба может обойтись без стрельбы? Особенно кавказская свадьба, где какие-то старые традиции, видимо. Но это опасно. Это вокруг много людей. Я, как уже говорил, и не однократно об этом, заострял внимание владельцев оружия. На мой взгляд, лично, это пережиток средневековья. Сейчас общество, на мой взгляд, находится на другом уровне развития вообще, чем сейчас никого, ничем этими вещами не уделишь. Если у нас сейчас время другое, общество другое, и для чего это нужно, честно говоря, как человек, я не понимаю. Пользуясь, как говорится, случаями, возможностями, хочу поздравить наших всех, и как руководство Центрального аппарата в лице Маликова Анатолия Анатольевича, Дышекова Азамата Азавудиновича, который также работает в Центральном аппарате. Весь личный состав наш. С наступающим праздником. Главное, всем хочу пожелать мира, добра, благополучия, удачи. Деятельность кредитных и микрофинансовых организаций будет теперь контролировать управление Федеральной службы судебных приставов. С 1 февраля вступил в силу федеральный закон, который наделил судебных приставов новыми контрольно-надзорными полномочиями, которые распространяются на деятельность кредитных и микрофинансовых организаций. В части осуществления меддеятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. На банки и микрофинансовые организации будут распространяться обязательные требования, связанные с необходимостью медспециального оборудования и программное обеспечение, необходимые для записи и хранения информации о фактах взаимодействия с гражданами в ходе просроченной задолженности. Также указанные организации будут обязаны в течение трех лет хранить документы и информацию, касающиеся профессиональной деятельности. В соответствии с федеральным законом предусмотрены новые способы взаимодействия с должниками по вопросам возврата просроченной задолженности. Теперь с гражданами может взаимодействовать робот-коллектор. Эта специальная программа, автоматизированный интеллектуальный агент, сможет вести диалог с должником без личного участия представителей организации. Такой способ общения будет приравниваться к непосредственным взаимодействиям с должником, и на робота-коллектора будут распространяться временные и количественные ограничения предусмотренные законодательства. Переговоры с использованием автоматизированного интеллектуального агента должны записываться. Кроме того, алгоритм использования робота-коллектора должен предусматривать по требованию должника возможность переключения на сотрудника организации. Еще одним способом взаимодействия с гражданами станет направление сообщений должникам через портал госуслуг. Этот способ приравнивается электронным сообщением. Для такого порядка общения потребуется, чтобы программное обеспечение коллекторской, кредитной или микрофинансовой организации было подключено к порталу госуслуг. 8 февраля был День российской науки. Памятная дата касается всех, кто связал свою жизнь с научной или исследовательской деятельностью. Это академики, научные работники, профессоры и студенты. Научными сотрудниками Карачаева-Черкесии Института гуманитарных исследований завершаются исследования на тему «Язык нарского эпоса». И над первым сводом фольклора Карачаева-Черкесии много новых фактов, ранее неизвестных в истории нагайцев, собранной для нового издания. С деятелями науки встретилась Алла Динаева. Изучение историко-культурного наследия и духовно-интеллектуального потенциала народов республики – цель деятельности Карачаева-Черкесского Института гуманитарных исследований. На сегодняшний день в нашем институте функционируют 8 отделов, 46 научных сотрудников. Области интересов и исследованиями являются история, этнология, языки народов Карачаева-Черкесии, культура и искусство народов Карачаева-Черкесии, фольклор. Я хотел бы обозначить еще одну позицию, что наши сотрудники пишут не только на русском языке, но и на языках народов Карачаева-Черкесии. Книга о старых изданиях на туркменском языке в реферативном журнале лучших монографических исследований Советского Союза кардинально изменила жизнь Аминат Курмансиитовой. Прочитав ее, она решила найти нагайские арабописьменные книги. Так и начался ее путь в науке. А сегодня за плечами кандидата исторических наук Аминат Хасановны немало научных работ. Сейчас ее исследования посвящены нагайцам Северного Кавказа в период Кавказской войны и истории нагайско-русских отношений до вхождения в состав России и в составе России. В настоящее время я работаю с главным архивом на месте Кавказа. Она посвящена нагайцам Северного Кавказа в период Кавказской войны. В ходе исследования я рассматриваю историю нагайско-русских отношений до вхождения в состав России, в составе России, рассматриваю положение социальное и политическое нагайцев Северного Кавказа в период Кавказской войны, введение институтов государственного управления Российской империи на территории проживания народов Карачаева-Черкесии, в данном случае нагайцев Северного Кавказа, институты приставств, обряды принесения присяги на верноподанство России, многократные причем, и их нарушения, почему они происходили, что изменилось с вхождением в состав России, что дало нам вхождение в состав России и другие, и политические, и экономические взаимосвязи с Россией, и с народами Северного Кавказа. Я в науку пришла довольно поздно. Я работала в Ставропольском пединституте за информационно-библиографическим отделом, и вся информация о новых книгах проходила через мои руки. Я когда увидела реферативный журнал о новых книгах, а там печатали рефераты на лучшие монографические исследования Советского Союза, я увидела книгу «Алмаза» из Бердыва о старых книгах на туркменском языке. Надо найти Ногайские арабописьменные книги. И вот эта тема меня, Ногайской арабописьменной книги, ее бытование заинтересовало. А это уже причинно-следственные связи надо установить. А почему арабописьменная книга? Почему не другая письменность? Значит, приняли ислам, приняли исламское письмо, арабское письмо. Вот это меня сподвигло, и я начала эту тему самостоятельно изучать, выезжать в свой библиотечный отпуск в Ленинград, в архиве работать, в библиотеке сидеть, в публичке сейчас, национальная библиотека называется, тогда публичная библиотека Салтыкова-Щедрина. Я в свой отпуск сидела там лет пять или шесть, собрала материалы, а потом уже постаралась стать научным сотрудником и начать писать. В Карачаево-Черкесском институте гуманитарных исследований работает отдел социально-политических исследований, который сотрудничает с администрацией главы и выполняет госзадания в области политологии и социологии. Думаю, что уровень развитости науки служит одним из основных таких показателей развития общества. Также это, наверное, показатель и современного развития государства, страны, республики. 35 лет исполняется в этом году, как Людмила Хужева работает в Институте гуманитарных исследований. В свой весомый вклад в сохранение национальных языков вносят пять научных сотрудников отдела Кабардино-Черкесского и Абазинского языков. У нас в обществе, как мы знаем, происходит в общественно-политической, социальной, культурной жизни народов очень много изменений. Эти изменения отражаются именно на лексике национальных языков. Поэтому мы всегда берем свои темы для исследования, именно что касается лексики, потому что в язык приходят новые слова с этими изменениями. Естественно, эти слова обогащают наши языки, но вместе с тем собственные слова уходят в пассивный словарь. А из пассивного словаря, к сожалению, они становятся архаическими. Для этого, чтобы это не происходило, мы свои исследования посвящаем. Вот, например, у меня есть лексика, название народных игр, функционально-семантическая характеристика бытовой лексики. Есть словари у нас двуязычные, топонемические, антропонемические, географические словари составляются, чтобы именно слова собственные не исчезли. Мы, как знаем, естественно, пока жив язык, жив и народ. Вот мы, например, до последнего убыха существовал убыхский язык. Вот он единственный остался носителем убыхского языка, но он умер, и народ исчез. Чтобы этого не случилось, вся наша работа посвящается сохранению и развитию наших национальных языков. Еще одно важное направление в деятельности института – это отдел фольклора в Карачаево-Черкесии. Ольга Гудимова работает здесь со дня основания этого отдела с 1994 года. Я работала непосредственно с Артабаевой, она была заведующей нашим отделом первым. Работала с Икалиевым Ашимом Азимовичем. Это глыбы. Это на самом деле глыбы, с которых начиналось изучение фольклора именно нашей Карачаево-Черкесии. Вы знаете, вообще фольклор – это очень интересная наука, потому что фольклор – это сопровождает всю жизнь человека, начиная с рождения, с рождения – это колыбельные песни, и заканчивая смертью. Это похоронные причитания. Поэтому я считаю, что фольклор – это основа традиционной культуры. Это основа традиционной культуры и основа языка. С чего начинается язык? Вообще, вербальная визуализация мира начинается прежде всего с фольклора. Поют колыбельные песни, определенные мелодии. И даже ученые считают, что начиная с мелодии менталитет народа закладывается. Менталитет народа закладывается. Вот я помню просто свое. Я помню свое детство с того, что бабушка мне рассказывает сказки. Коза-дереза, репка, волка-семеро-козлят. Это вот сказки, с которых начиналось мое детство. В свое время у нас уже вышли такие книги, как «Пословицы и поговорки народов Карачева-Черкесии», «Загадки народов республики». А сейчас у восьми научных сотрудников отдела очень большая и ответственная работа. Это первый сфот фольклора Карачева-Черкесии, куда войдут малые жанры каждого народа республики, рассказывает Ольга Гудимова. Заведующая отделом Карачева-Балкарского и Ногайского языков Института доктор филологических наук Фатима Таркенова сейчас научные исследования проводят на тему «Язык нардского эпоса». Исследовать сугубо оттуда именно исконно Карачаев-Балкарский нардский эпос, языковой материал, устаревшие слова, амонимы, антропонимы, это очень тяжелая тема. Я сейчас уже заканчиваю эту работу и получаю от богатства, вот оставшийся от древних наших предков, язык, читая работу, книгу нардского эпоса, получаю огромное наслаждение. Еще раз, наследие фольклор, что нам предки оставили, богатый материал и фольклорный, и богатый язык, это говорит о ментальном коде каждого народа. Мечта какая у вас у всех? У нас, у научных сотрудников нашего института, и лично моя мечта, более пристальное отношение к трудам наших научных сотрудников, и иметь свое отдельное здание, отдельные кабинеты. На сегодняшний день на Северном Кавказе единственный научно-северский институт, который не имеет своего здания. Вот о чем мы мечтаем. Научная статья Фатима Эркенова сейчас выходит в печать в одной из газет Турции. Ее книгу «Карачаево-Балкарская за анемия» переводят на турецкий язык. Заслуженный деятель науки Карачаева-Черкесии Фатимат Пахаратов, на автор более 10 книг, а за издание «Арнитонимия» в Карачаево-Балкарском языке в 2023 году она награждена медалью «Исламбея Крым-Шамхалова». В Карачаево-Черкесском научно-исследовательском институте работали и занимались исследовательской деятельностью ученые, оставившие за собой фундаментальные исследования. Их имена известны не только в нашем регионе, а сегодня по их пути следуют нынешние молодые ученые. Коллегам, конечно, для научного сообщества, для наших сотрудников в их нелегком труде хотелось бы сказать, чтобы крепкого здоровья пожелать, творческих успехов, новых начинаний. Развитие этой сферы деятельности важно, ведь наука – это путь в будущее. Алла Динаева, Мухаммед Ашибуков, Вести, Карачаево-Черкесе. За Россию. Под таким названием прошел концерт селя Куржинова, который подготовили гости из Краснодарского края. Вторая средняя школа из Куржинова, четвертая из Лобинска, являются побратимами, ездят друг к другу в гости, показывая свои достижения и проводя совместные акции. На концерте побывал Али Баташев. Легендарную «Катюшу» исполнил коллектив «Созвучие», а стихотворение Олега Милявского, где солдат завещает потомкам любить Россию, с чувством продекламировала Полина Кондратова из творческого объединения «Образ». Когда вся Россия надела шинели, нередко бывало, солдат вспоминал и белые рощи, и ливни косые, и мысли над детям своей завещал. Любите Россию, любите Россию, Россию, которую я защищал. Что тебя больше всего тронуло в этом случае? Ну, меня больше всего тронуло, что он завещает своим детям, чтобы они любили Россию, которую он сам защищал. А для тебя что такое Россия? Россия – это, ну, мой родной дом, в котором я родилась. Все номера концертной программы были подготовлены воспитанниками и педагогами Дома детского творчества имени Дмитрия Шервашидзе из Лобинска. Они приехали вместе с учащимися школой номер 4 Лобинска, которая является побратимом Куржиновской средней школы номер 2. Хореограф Диана Климашевская исполнила танец «Колыбельная» в память о всех матерях и детях, испытавших на себе тяготы и лишения Великой Отечественной войны. Образ матери, заботящийся о своем ребенке, трогает сердца множество людей по всему миру. Поэтому всегда актуален, считает Диана. Такие танцы ценятся, и надо их всегда выставлять везде, я считаю. Потому что, как бы, это наша история, и без этого никуда, без таких танцев. Они каждого за душу берут. Юные артисты творческого объединения «Импульс» дружно танцевали под песню «Аист на крыше», а педагог Мария Корочкова очаровала зрителей русским национальным костюмом и песней «За святую Русь помолюсь». Зрителям был представлен видеоролик «Святые воины Руси», рассказывающий о героических страницах истории страны, а также стихи, песни и танцы, посвященные России и ее многонациональному народу. Подобные мероприятия, подобное сближение вот в таком юном возрасте, конечно же, несет только добрые плоды. Это сближение народов, это сближение детей, это самое верное и самое правильное, что может быть на пути воспитания, воспитания патриотизма. Это знакомство детей, это дружба, я думаю, эта дружба, которая закладывается в детские годы, я думаю, возможно, что она и сохранится в дальнейшей во взрослой жизни. Мощным жизнеутверждающим финалом концерта стал танец «Морячка». Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Урупский район. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Али Баташев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова